Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Совсем недавно в нашем городе завершился 26-й межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот». И сегодня у нас в гостях его бессменный организатор и ведущий Игорь Крысанов. Здравствуйте, Игорь! Игорь, наверное, всем будет интересно узнать, как вообще начинался «Черный кот» и кому пришла в голову идея создания вот именно такого фестиваля. Начинался он. Сейчас уже называют ветеранами тех, кто танцует брейк-данс, бибой, в котором по 25 лет. Так вот, в 87-м году был первый в Рязани чемпионат брейка, который через год трансформировался в «Черного кота». Чемпионат брейка проходил на улице под дождем, но решили зал перенести. Ну и через комсомольцы Рязанские, тогдашнюю газету молодежную, запустили клещ, на него тыкнулись ребятишки. Вот команд порядка 13-14 было у нас. Так вот «Черный кот» стартовал. Название родилось, нужно было объединить название, которое соответствовало и «Черному коту», и брейк-дансу. Вот так родился «Черный кот». Почему именно «Черный кот»? Ну, потому что «Черный кот» имеет классику. «Черный кот» — волчок, вращающиеся животные. Но с другой стороны, еще и рок-н-ролл. В то время самая популярная песня, что это было «Черный кот», исполнение Женна Гузаровой. То есть ее ремейк на Саульскую песню, которую мы знали, Комянцаровская. Так и родился. Скажите, вот за эти годы, которые фестиваль существует, что в нем оставалось неизменным? И какие самые интересные изменения происходили? Ну, неизменное то, что у нас зрительское жюри. Только первый фестиваль был жюри с профессиональным. И мнение жюри напрочь не соответствовало мнению зала. Там свист был поднят. И визуально, и реально, и объективно, и субъективно было видно, что на самом деле победили не те ребята, которые с точки зрения жюри оказались лучшими. Поэтому мы решили сделать зрительское голосование, как эксперимент. И вот уже вот 25 лет этот эксперимент проходит. Это вот главное, незыблемое. Остальное, номинации менялись. Но это несущественно, потому что последних почти 20 лет номинации 5, они одни и те же. Все одно и то же. То есть это структура, это организм, который уже вырос, который живет, развивается. Дай бог, мы только не помереть. Вот и все. Насколько я знаю, все-таки один фестиваль, если мне память не изменяет, 13-й вы объявили последним. Действительно ли вы собирались его закрыть? И если да, то почему не закрыли? Ну тогда мне казалось, что глупо вести молодежное шоу, когда тебе уже за 30. Вот потом говорил такую фразу, будет смешно, что в 50 лет буду выходить и вести Черного Кота. Но вот оказалось, что через год 50 веду по-прежнему. Судьба у меня такая, наверное. На сегодняшний день каким образом происходит отбор команд? Ведь наверняка не всех вы можете принять, кто хочет участвовать в этом сезоне. Ну очень просто. Если у нас есть квоты по лизанию, квоты по иногородним, мы просто знаем реально, сколько мы можем расселить иногородних танцовщиков. Исходя из этого, выбираем лучших из тех, кто нам присылает свой видеоматериал, за исключением обладателей гран-при и победителей в номинациях. Есть как стиль, как дистанция, которые тоже свой материал присылают, но на них квоты, будем так говорить, сохраняются всегда, то есть они будут. Ну а потом просто добираем иногородних участников именно по количественному составу. Не по графическому принципу, а на призме нравились станции, которые существуют. Но потом, когда уже мы все целиком, мы забили необходимое количество койко-мест, прошу прощения, если я грубое слово, но от экономики никуда не денешься, все в программе иногороднее сформировано, потому что мы больше, чем можем, не можем расселить в Рязани, к сожалению. И приступаем к рязанскому отборочному туру. Ну вот совсем недавно 26-й фестиваль завершился. Вот по его итогам, что вы можете сказать? Как он вообще прошел? Какое у вас от него впечатление осталось? Какие, может быть, самые яркие моменты? Ну впечатления двояко осталось. С одной стороны, победил коллектив неожиданно для нас в оргкомитете, потому что мы думали, что будет один из двух других. Победил Ярославль заслуженно, само собой. Ну вот была такая претензия, что Ярославль сыграл не совсем корректно, что он использовал танец. Не использовал тему для танца, которая всем не безинтересна, поэтому всех она задела. Но вот спекуляция на проблеме. Я вот думаю сейчас, не могу определиться, так это или не так, потому что почему нет. Если проблема всех, я имею в виду гибель команды локомотив, этому трагическому событию был посвящен танец слову, и, наверное, во многом благодаря этому они победили. Но тем не менее, если существует трагедия, проблема, которая ранит сердце многих нас, почему нельзя делать танец на эту тему? Насколько я знаю, у вас практически каждый год какие-то такие новые фишки появляются. Вот в этом году что-то было такое особенное? Ну, мы в этом году ничего страшного делать не стали. Единственное, что мы вернулись к варианту вручения гран-при в виде статуэток, а не просто ценных подарков. Это было раньше, потом от этого отказались, но у нас не было какого-то визуального образа, который можно было бы использовать за исключением нашего кота, нашего логотипа. Но он довольно-таки плоский. Мы не знали, как его можно воплотить в объеме. Дизайн группы Тверики сделали нам стелла. В этом году мы на базе этой стелла от этого начали плясать и стали делать гран-при, который вручали и гран-при, и спецприсорок комитета. А вот черный кот на протяжении всех 26 лет, он проходит в Рязанском дворце молодежи. Нет, нет. Там получилось как, первых три черных кота, именно под брендом черный кот, они проходили в ДК профсоюзов на Нижнем МКЦ. А потом Притнев, просто Притнев там работал. А потом его позвали на царство, не на царство позвали. Он стал директором ДК нефтянников, который стал муниципальным дворцом молодежи. И с 91-го года Притнев, директор ДК нефтянников. И с 91-го года там черный кот проходит. На него в дворце молодежи уже. Вас вообще устраивает именно эта площадка? Не хотелось бы как-то... Мне хотелось бы одного, чтобы она была побольше. Но лучшей площадки в Рязанском дворце нет на данный момент. Потому что филармонию черного кота провести невозможно. Потому что там нет так спланированной филармонии, что там нет ни гримерок, ничего такого количества, которое необходимо нам. То есть рабочего пространства внутри, во-первых. Но во-вторых, пока дворец молодежи существует, дворцовский фестиваль. Как переводить? Всего раз была мысль более просторный зал перенестись на 20-летие, на один раз. Мы отказались. Потому что все службы знают, чем заниматься. Знают коллектив, что такое черный кот. Дядя Тараса, молодежи, это одно из главных, если не главных событий мероприятий в течение сезона. А добра добра не ищут. Конечно, если в зале было бы полторы тысячи мест, раз не было бы такой давки по билетам, такого же ажиотажа. Потому что люди просто не могут выйти к билетам. Мы понимаем, что это проблема. Ну как ее решать? Ходить на пятницу, на субботу. То есть на финал попасть нереально. Я с одной девчонкой разговаривал. Она взяла билеты на финал. На три дня приезжала и ждала, когда начнется продаж. Фактически это было как, не знаю, как на таганку в начале 80-х годов. То есть века за 70-х годов. Но здесь, увы, зал не резиновый. Мы не можем его превратить в бочку с сельдью. Игорь, вот вы все-таки видели те коллективы, которые танцевали 26 лет назад. Видите коллективы, которые танцуют сейчас. Вот, может быть, вы можете сказать, как они меняются? Сейчас становятся более яркие костюмы. Сейчас как-то все более театрализовано. А с такой же душой сейчас танцуют, как ты называли раньше? Сложно сравнивать. Раньше вообще ничего не было. Раньше брекер за перчатки без пальцев родные. То есть не просто сам обрезал, а с кнопочек, как положено. Это мы секретные перчатки или велосипедки. Там готов был душ дьяволу продать. Шучу, конечно. Вот, или там за белые кроссовки до колен. Сейчас пошел, купил, все это есть. Сравнивать сложно. Двадцать шесть лет, даже не одно поколение. То есть, считай, за это время вырос взрослый молодой человек или девушка. И уже успел детей родить, уже успел. Ну, в общем, это уже взрослый человек. То есть сколько поколений ушло за это время? Сравнивать не стоит, я бы даже сказал. Потому что менталитет другой, и мысли другие. Если, ну, что вы поймите, что мы начинаем ставить фонограммы с катушечных магнитофонов. Сейчас сколько воды унесло. А сейчас коллектив с собой даже ничего не приносит. Фоношку вынимает, вставляет, надбук закинули, и все, работаем. А раньше мы полтора часа только сладили фонограммы для одного отделения. Сидели, переписывали, там, и прочее. То есть сменилось много. И люди сменились, техника сменилась. Не надо сравнивать. Ну, мы же не будем сравнивать, скажем так, винтовку Мосина, образца Первой мировой войны, и пистолет-пулемет Шпагина, да? Потому что разные вещи. Мы же не будем сравнивать тачанку с танком Т-34. Примерно равный период прошел по времени. Сегодня фестиваль один, раньше он был другой. Раньше он был тем, как его мог быть в тот исторический период. И люди имели меньше информации. Сейчас есть интернет, есть возможность доступа к любому материалу фактически. Ну, и поэтому, конечно, интереснее все происходит, не так однообразно. Но первые фестивали были своим ценные, а ведь тем, что есть. Спасибо, Игорь, вам за интересную беседу. Мы желаем вам творческих успехов. И чтобы дальше фестиваль «Черный кот» продолжал радовать нас и жителей Рязани, и не только Рязани. Будем стараться. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова